всем привет меня зовут макс я также известен под ником мистер города сегодняшнем видео я вам расскажу про банджи про банджи для мышек я вам расскажу для чего нужны эти банджи кому они нужны как их использовать их преимущество например по сравнению с использованием паракорда либо беспроводных мышек для начала я сделаю такое вот небольшое вступление с паракордом кто не знает паракорд это кабеля или провода или веревки которые были сделаны изначально для альпинистов берутся эти веревки выгоняются внутренности гоняются обыкновенные провода для мышек подключаются разъемы для мышек и эти провода они очень очень гибкие так как они сделаны для для альпинистов они очень гибкие они очень легкие и некоторые люди считают что как бы обычные провода с которыми заводские провода для мышек которые с которыми идут мышки можно просто отсоединить сделать такой вот паракорд кабель и присоединить вместо заводского кабеля и как бы ходит такое мнение что это самые лучшие провода которые только вообще могут существовать я немножечко не согласен с этим утверждением с этим мышлением я использовал паракорд кабеля очень какое-то время да не не очень долго но какое-то можете не знаю может полгода я использовал пока я не открыл для себя банджи как только я понял как использовать правильно эти банджи и почему провода заводские провода сделаны именно таким вот образом которым они сделаны они такие более упругие более гибкие их можно согнуть можно немножечко вот сделать какую-то форму я понял для себя что вот это это пустая трата времени и денег за те деньги за которые вы потратите купив паракорд кабель вы можете купить очень хорошую банджи и я считаю что успех вашей игре или комфорте будет намного выше чем использовать паракорд это не значит что паракорд просто вообще не нужен я думаю в альпинизме он очень пригодится всем но в мышках лучше наверное использовать все таки заводские заводские кабеля по сравнению с wireless мышками например если там сравнивать мышки без проводные паракорд или банджи дело в том что я вообще не использую беспроводные мышки для меня беспроводные мышки это просто нонсенс который ну не должен существовать этот он там существует на сегодня только для не знаю для редактирования документов каких-то но если вы играете профессиональное вы играете вы там решили что вы какой-то про игрок и вы купили себе wireless мышку и собрались там достигать каких-то невменяемых результатов забудьте на wireless мышки вы никогда в жизни этого не достигнете дело в том что так как работает сам по себе как так как работает беспроводная связь вы должны понимать что тахов дуплекс и вы не достигнете той точности которой вы достигнете на использовать проводные мышки я знаю сейчас там кто-то выскочит будет рассказывать да я типа ничего не понимаю я ничего не знаю есть там некоторые бренды которые делают мышь и и там практически не существует лага я просто отвечу да вы повелись на маркетинг на очень хороший маркетинг это не значит что там что эти мышки говно нет конечно нет это хорошие мышки возможно они стоят тех денег за которые продают но их производительность по сравнению с кабелем желают желать лучшего дело в том что если кто-то не знает вот я немножечко попробую вам объяснить как работает юсби порт юсби порт он опрашивает ваше оборудование он опрашивает там из такая такой параметры называется полинрейт да вы когда ставите себе 1000 мегагерц полинрейт это означает что примерно в одну миллисекунду будет опрос вашего оборудования конкретно неважно это мышка или эта клавиатура да то есть каждую одну миллисекунду у вас будет центральный процессор опрашивать мышку спрашивать например если мы говорим про мышки дал бы говорить где ты и мышка будет отвечать ему типа я здесь положение положение мышки это может быть совершенно разное положение это может быть нажатая кнопка это может быть движение влево вправо то есть каждую миллисекунду процессор говорит ты где она говорит я здесь я здесь получается вопрос ответ вопрос ответ ты где я здесь ты где здесь да в беспроводной связи, одновременного ответа вопроса в принципе происходить не может. В беспроводной связи вся беспроводная связь это half-duplex. Сначала идет вопрос, потом идет ответ. И как бы мы ни крутили, как бы нам этого не хотелось, на беспроводной связи, на беспроводной мышке всегда будет задержка выше, чем задержка на проводной мышке. Это не значит, что там на беспроводной связи, то есть вы там будете промахиваться или вообще как бы не не выполнять какие-то там конкретные ваши нормативы я не знаю что у вас это имеется вообще да там например у меня нормативы там убить 10 фрагов в вар зоне это не значит что на беспроводной мышки вы их не сможете сделать набьете 10 фрагов возможно и 20 тут некоторые смотрю ставят рекорды по 50 фрагов до почти молодцы но ваша точность ваша точность ваших действий на проводной мышки на проводе будет выше всегда будет выше на 0 0 0 0 0 каких-то там тысячных или миллионных но она будет выше поэтому покупать вам проводную мышку либо беспроводную мышку решать конечно же вам самим но если выбор стоит между покупать вам банджи либо покупать паракорд я бы посоветовал очень бы посоветовал настоятельно купить банджи но но не каждая банджи настолько хороша как панджи от одного производителя я понимаю сейчас вот я то что я сейчас скажу и покажу куча очень много производительный банджи мышек или там фанатов производительный просто обс производители других банджи просто перестанут со мной общаться но я должен сказать это на сегодняшний день я считаю что есть существует только одна банджи и это не это банджи это не этот дизайн этот дизайн делают много производителей не буду говорить их не их название но я лучше сосредоточусь и скажу банджи которая действительно стоит того у меня таких банджи 2 я в восторге от этих банджи это самая крутейшая банджи который я когда-либо видел который я когда-либо использовал дело в том что если мы сравним ее с другими банджами она выше она тяжелее и до высота тоже может может регулироваться и это банджи это банджи от бэнки у зову и байбэнки у них есть еще черная версия но черная версия это это предыдущая версия банджи это более старая модель она я бы сказал на втором месте после этой я понимаю что кому-то может не нравится голубой цвет это она еще идет в розовом цвете но высота для меня высота означает очень много и тяжесть сама сама банджи она тяжелая да можно можно взять например можно взять банджи приклеить ее вообще к столу каким-нибудь супер клеем легенькую купить за 3 доллара банджи да возможно это тоже выход но я считаю что иногда в некоторых ситуациях банджи должна не должна бы не должна весить просто 10 килограмм вы должны ее вы должны иметь возможность ее просто сорвать с места при необходимости дело в том что эти банджи от zoe by bank you я считаю что у них вот такой вот идеальный на сегодняшний день идеальное сочетание высоты и веса я как бы другие использовал другие банджи и они у меня очень часто срываются с позиции срывались с позиции они очень часто мне не хватало высоты и только вот после того как я попробовал банджи от bank you блин я считаю что это самые крутые банджи на самом деле на сегодняшний день как правильно использовать банджи я наверно покажу вам наглядно то есть провода от мышки не должны лежать нам на столе вообще вам нужно закрепить провода таким образом чтобы они были на весу на лету на весу то есть чтобы никакой никаким образом этот кабель не касался стола вот собственно и все что хотел сегодня рассказать вам про банджи возможно это получилось такая небольшая реклама для банджи и анти реклама для паракорд кабелей но это не было моим вот желанием это сделать это про я про я действительно хотел рассказать вам про банджи и их не их плюсы я считаю что использование банджи для мышек являются огромным плюсом и я настоятельно всем рекомендую их использовать вот собственно все на сегодня пока а